Татьяна Журавлева Агентство стратегических инициатив. Татьяна, вы к нам приехали из Москвы. Добро пожаловать. Добрый день. Расскажите нам о программе 100 городских лидеров. Что она из себя представляет? В этом году мы запустили программу, которая призвана решить три цели для любого города, который в нее заходит. Первое. Это мы должны собрать городскую команду, которая должна состоять из бизнеса, который представляет большое предпринимательское сообщество, то есть представители бизнеса. Вторая часть. Это представитель некоммерческого сектора, либо просто активный гражданин, который хочет менять этот город. И третья. Это представитель муниципалитета. Вот это первая часть и первая цель. Мы должны создать ту команду, которая будет в дальнейшем менять город. Дальше. Следующая задача, которую мы перед собой ставим. Эта команда должна реализовать городской проект, который будет сразу, эффекты от которого сразу будут видны для жителей. Жители должны увидеть сразу быстрые изменения и понять, каким образом то или иное пространство, то или иное городской проект будет жить дальше. И третья задача, которую мы перед собой ставим, это выработка решений, которые можно отдавать другим городам. Например, какое решение мы можем придумать в Ульяновске для того, чтобы его потом внедрить в Казани, в Нижнем Новгороде, может быть даже в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и так далее. Три цели мы перед собой ставим таким образом. Скажите, как проходит отбор участников? Кто может подавать заявки? Отбор происходит ежегодно. Мы проводим только его один раз в год, потому что очень большое количество заявок мы увидели в этом году. Мы, честно говоря, этого даже не ожидали. Мы думали, что к нам придет, ну, окей, городов 40, проектов, ну, максимум 50. В итоге к нам пришло 583 проекта из 154 городов. Кстати, из Ульяновска к нам тоже пришло две команды с двумя проектами, которые, к сожалению, в этом году не прошли целевой отбор. Экспертный совет их не пропустил. Я надеюсь, что в следующем году это будет лучше. А почему не пропустил? Что, наш хуже, что ли? Нет, не хуже, нет, не хуже ни в коем случае. Мы, во-первых, мы, как центр городской компетенции, никаким образом не влияем на отбор экспертного совета. Это моя личная позиция, что мы выстраиваем замок из слоновой кости, и мы только получаем от экспертного совета экспертизу этих проектов. Нам кажется, это очень важно, чтобы мы не могли пропускать те города, которые нам больше или меньше нравятся. Когда экспертный совет дает заключение, они дают комментарии по поводу проработанности или непроработанности. Ульяновск был в одним из, скажем так, городов, чуть-чуть не добравших немного баллов по актуальности предлагаемых проектов. Это было два проекта. Один, по-моему, по раздельному сбору мусора, а второй был проект по ревитализации одной из общественных пространств на набережной. Но экспертный совет посчитал, что там недостаточно был проработан вопрос взаимодействия с сообществами. То есть нам пришел типичный проект благоустройства, а мы все-таки ищем новые решения для города, которые бы позволили жителям как можно больше быть вовлеченными в эти городские проекты и в городское благоустройство. Скажите, например, какого креатива-то вы хотите? Ну вот смотрите, я только, да, вот я только что, например, гуляла, я только, я сегодня первый раз в Ульяновске, во-первых, мне очень приятно наконец сюда доехать, а во-вторых, я гуляла сейчас по центру города, смотрела на набережные, которые сейчас восстанавливаются, смотрела на парки, которые есть очень много зеленых скверов, но они абсолютно пустые. Ну то есть там нету того самого функционального наполнения, и я, если бы я была жителем Ульяновска, я не понимаю, что мне там делать. И я сейчас как турист, я приехала в центр города, и я не могу купить себе ни кофе по дороге в этом парке, я не могу купить ни, там, не знаю, ни мороженого и так далее. Бедные мамочки с колясками, которые едут там, и ребенка вот так вот трясет в коляске, потому что дорожки выполнены мощением, а не асфальтированные. То есть есть очень много таких нюансов, и самое главное, самый-то главный вопрос, что я там как житель должна делать? Это вопрос, который мы задаем каждому проекту, который к нам приходит. К нам приходят проекты с двором, к нам приходят проекты с улицы, к нам приходят проекты, я не знаю, с ревитализацией старого промышленного завода, и мы им задаем вопрос, для кого это будет, и что там будут делать люди? Это самое главное. Скажите, сколько этапов при воплощении вот этой программы? Как подаются заявки? Кто имеет право в них участвовать? Нужны ли, например, вот эти профессионалы, архитекторы, дизайнеры, или могут любители подавать свои заявки? Нет, это может быть состав команды определяет сам город. У нас есть и такие, и такие примеры. Дальше эта команда попадает в наш акселератор, и на протяжении 9 месяцев, вот сейчас, в середине сентября, акселератор закончится. Если команде не хватает каких-то компетенций, например, команда придумала классный городской проект, но им не хватает архитектурных зданий. Они не понимают, каким образом правильно выстроить то или иное пространство, мы им помогаем с архитектором. Мы это появляем в процессе проработки проекта, они у нас идут там в довольно серьезном темпе, и в какой-то момент мы понимаем, что им в команду нужен архитектор. И мы им, это называется такое добавление компетенций в команду, мы им добавляем архитектора на 3 месяца, который им помогает, и при помощи которого мы можем вырастить архитектора на территории. Это тоже очень важно. Мы бы очень хотели, чтобы у нас росли кадры на местах, потому что мы как агентство, мы пришли в очень сжатое время, 9 месяцев для городского проекта, это очень мало. Это только самое-самое начало и попытка его проработать. Мы его только начинаем, и нам очень важно, что когда мы уйдем из города, чтобы этот проект дальше жил. А для этого здесь должны остаться кадры, люди, компетенции, которые дальше будут это дело продолжать. О временных рамках проекта скажите, когда он начался и когда будет его логическое завершение? Мы начали 15 января, закончим мы вот сейчас, 18 сентября. Значит, все началось с наблюдательного совета, где мы доложили Владимиру Владимировичу, что можно ли нам такую инициативу запустить, одобряйте ли? И он сказал, да, одобряю, через год доложите. Вот год наступит сейчас, 18 сентября, на наблюдательном совете агентства мы будем докладывать о результатах. Вот смотрите, президенту понравилось. Вы не планируете сделать вторую серию этого проекта? Обязательно. Проект сейчас рассчитан на 5 лет. Каждый год мы будем отбирать по 20-25 городов. В этом году мы планировали 20, но экспертный совет нам выделил 26. Вот в итоге сейчас до финала дошли 22 города, и это очень хороший результат. В следующем году мы тоже будем ставить квоту 20 городов, но если экспертный совет посчитает нужным дать еще дополнительно несколько городов, мы в любом случае будем рады. Татьяна, а вы лично мониторите эти проекты? Может, отслеживаете? Может быть, есть что-то интересное, что создали в каком-нибудь из российских городов? Конечно. Ну, смотрите, во-первых, я лично езжу в каждый город и работаю с каждой командой. Несмотря на тот образовательный трек, который у них идет, где я обязательно с ними, где на трек у каждого города присоединяется наставник, с которым мы постоянно на связи. Я в курсе ситуации с проектом и с городской ситуацией с каждым городом, где мы работаем. Это мой хлеб. Я за это деньги получаю, и это моя идея, это моя программа, соответственно, я очень сильно вовлечена в работу команд. Но при этом тут очень важно соблюсти ту грань, чтобы городские проекты не стали проектами, там, не знаю, моими или проектами наставника. Мы все-таки стараемся помогать советами, нежели выступать в качестве проектных менеджеров. Проектов решений сейчас очень интересных, очень много. Мы уже сейчас видим, что вот в 20 городах у нас произошли реальные изменения физического пространства. У нас идет стройка сейчас, которая вот-вот сейчас, к октябрю, к ноябрю уже закончится. И это действительно очень большой результат, который сейчас уже оценивают жители. Татьяна, приведите хотя бы три примера удачного такого строительства, урбанизации, прямо в красках. Расскажите для примера зрителям. Например, у нас есть город Черняховск, это маленький городок Калининградской области, где команда пришла к нам с очень простым и легким проектом под названием «Городской огород». Помните, в советское время, когда возле первых этажей были грядочки. Вот они решили сделать его чуть-чуть пошире, и на пространстве между двумя школами, общеобразовательной и музыкальной школой, вместо пустыря, который есть, они там сделали огромные павильоны с грядками, где дети могут изучать биологию, где дети могут ухаживать за этими растениями, где проходят открытые уроки, открытые лектории и так далее. Но потом, мы когда начали работать с командой, мы поняли, что амбиции надо расширять, и прилегающим к этому пространству был промышленная территория старого завода, заброшенная. И сейчас они прорабатывают дальше вопрос, чтобы из этой промышленной территории создать экологический кластер, чтобы промышленное заброшенное пространство в городе, и их очень сильно сейчас поддерживают власти города, за что им огромное спасибо, и собственник этого пространства тоже готов превращать вот эту заброшенную территорию в креативный кластер. Или, например, проект города Тюмени. Он очень сложный. Если этот проект, он такой довольно простой, компактный, и понятно, куда он пойдет дальше, то проект в Тюмени, он посложнее. Это история с озером, озеро Алибаршево, которое находилось в полузаболочном состоянии, за который пытались взяться власти города с 2004 года, но ничего не получалось. Пришла группа предпринимателей, они сказали, мы там хотим создать лучший в стране парк событий. И сейчас они вот уже на протяжении 9 месяцев прорабатывают концепт этого парка. Это будет абсолютно предпринимательская история. Сейчас они собрали деньги среди предпринимателей при помощи краудфандинга и строят там огромный понтон посреди озера, где уже сейчас в сентябре месяце можно будет проводить мероприятия, концерты. Представляете, когда у нас Дженнифер Лопес приезжает не в Лужники, а в Тюмень на озеро Алибаршево. Мне кажется, это будет интересно. И третий пример я просто вкратце приведу. Это история с Якутией, где строится парк будущих поколений. И часть проекта, которая к нам зашла, этого мега проекта по парку будущих поколений, она очень интересна тем, что Якутия сейчас единственный город, который настолько серьезно задумался над поколением Z. Это дети в возрасте от 10 до 14 лет. И они работают с ними и выстраивают образовательные программы для них, говоря на их языке. Они это назвали условным Хогвартсом. И сейчас они строят первый якутский Хогвартс. Место, куда дети могут ходить после школы, заниматься городским развитием, планированием, выстраивать свою жизненную траекторию в городе Якутске. И тем самым тут оставаться. И связывать свою жизнь с этим городом. Очень интересный проект. Очень здорово. Как раз три из самых таких ваших любимых проекта. Назовите, пожалуйста, пятерку лучших городов, самых активных, с замечательными заявками, проектами. Нет, у нас нет такого рейтингования. У нас все города прекрасные, все города великолепные. Я не могу сказать о том, что это такое великое благо, что они прямо победили в каком-то конкурсе, пройдя наш отбор. Нет. Когда они победили в конкурсе, мы им сказали, ребят, а теперь начинается труд. Теперь мы будем работать. То, что вы выиграли, это не значит, что мы сейчас к вам придем и все за вас придумаем. Нет. Мы будем вам помогать, чтобы вы придумывали сами. Поэтому я и говорю о том, что у нас прошло 26 городов, а до финала дошло всего 22. Четыре команды просто не справились с той программой, не справились с тем темпом, который мы задаем. Потому что мы просим результатов, мы просим общаться с жителями, мы просим их очень активно вовлекать. И не все города, не все команды к этому готовы. Теперь самый насущный и приземленный вопрос. Кто это все спонсирует? Инвесторы, я слышала, там есть. Каждый же проект должен на какие-то деньги строиться. Это отдельный трек для проработки с командами. Мы отрабатываем с ними историю по привлечению инвестирования под их проекты в зависимости от их запросов. Мы как агентство не даем денег. Мы сопровождаем их экспертно и делаем образовательную программу. А дальше в рамках этого экспертного сопровождения мы им говорим, что сейчас для того, чтобы привлечь инвесторов, вам нужно пойти туда-то, туда-то, туда-то и сделать вот так-то, так-то и так-то. И это мы с ними прорабатываем. И дальше команды это делают абсолютно самостоятельно. Потому что, еще раз повторюсь, это их проект, а не проект агентства. Мы лишь только помогаем. Мы такой сервис для городской команды. То есть вы площадка для воплощения этих идей, да? Да. Мы даже не для воплощения идей, мы площадка для того, чтобы их доработать до состояния реализации и начать эту реализацию. Они при помощи нас понимают, как им эффективнее, быстрее, я не знаю, наиболее оптимальным способом реализовать свой городской проект. Татьяна, теперь скажите, что будет, когда проект закончится? Что останется и у городов, и у заявителей, и у вас? Ну, я надеюсь, смотрите, проект закончится 18 сентября, но городские проекты на этом не закончатся. Мы их также предупреждали, и все города мы предупреждаем, которые к нам заходят, о том, что мы переходим в режим мониторинга. Когда мы будем на протяжении двух лет смотреть над тем, что происходит в городе, что происходит с этим проектом, насколько то, что мы с ними заложили, вот ту основу, насколько она дальше живет, и сколько проектов на базе вот этого основного, первого, дальше еще появилось. Поэтому еще в течение двух лет мы их мониторим, но мы надеемся, что и без мониторинга эти городские проекты будут прекрасно жить дальше. А мы, как я уже сказала, будем работать еще 4 года, то есть у нас должно получиться в совокупности 100 городов, с которыми мы поработаем. Спасибо, Татьяна. Мы будем следить пристально за развитием наших городов, нашей сотни городов-лидеров. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. С вами была Виктория Черкова. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok